да добрый день дорогие ютуба зрители этого слушатели сегодня просто хотел поговорить о таком явлении как телевизор вот у меня собственно его нет я его не смотрю его считаю это от авизм это не нужен инструмент максимум для чего нужен сейчас телевизор это ну может быть если есть умное тв то это смотрите youtube какие-то фильмы либо там играть приставку если если бы в компьютер подключить ну это просто это инструмент зомбирование людей почему почему именно бабушки вот старые поколения людей то есть не хочет ничего менять потому что они смотрят телевизор они видят как там им капают лапшу на уши они ничего не хотят применять почему а там опрошенные молодежь допустим 70 80 процентов все готовы уехать из нашей страны в другую страну потому что они понимают что здесь нет будущего они не видят здесь будущего ну в такой жесткой стране как наше в полицейском государстве у нас самое большое количество полицейских на душу населения в по миру мы займем первое место просто молодые люди не видят здесь альтернатив все умы уезжают все программисты все там какие-то инженеры все пытается уехать потому что там непосредственно и оплачиваемый труд более выше ну высокий он а телевизор он зомбирует вот просто не включишь как передачу но это просто какой-то мусор прям действительно мусор вот эти все передач по второму каналу это просто это вот эти все малаховы шмалаховы это бред но это невозможно нормальным мозгом смотреть вот все эти политические передачи они просто это пустословие это тупая трата времени что-то оттуда вынесешь вынесешь как два два индивидуума между собой пыряется один про украину другой про россии один говорят россия там такая страна друг говорит что украин такая страна и вот они эту тему мусо ли мусо ну кому это интересно кому кто из молодежи кто из молодежи никому молодежи это не интересно они Они уже задрали у своей Украины, уже по телевизору одна Украина. Они говорят, что в Европе там плохо. Да, возможно, нет идеальной страны, я согласен, что везде есть свои плюсы и минусы. Но, блин, они говорят, что в Европе плохо, а сами скрывают проблемы своей страны, не выводят в эфир, потому что у нас нет свободной прессы. Вся свободная пресса уже давно под государством. Просто, блин, ну, зачем его смотреть? Это ненужно. Выдерните шнур, нахрен. Пользуйтесь, ну, не знаю, даже пускай у вас будет спутниковая... Не смотрите вы эти новости. Смотрите лучше фильмы, какие-то, может быть, научные передачи, там, Discovery, National Geographic, какие-нибудь именно... Да клипы те же самые, да похрен, пускай там одни клипы, они одинаковые, но смотрите хотя бы лучшие клипы, слушайте музыку, больше пользы. Всё равно музыка, она... Ну, она как такой расслабляющий эффект дает, то есть успокаивающий такой. Получаешь какую-то дозу позитива. А на эти новости включишь, там, здесь убили, того застрелили, там зарезали, там съели. Ну, что это вообще такое? Телевизор не нужно смотреть, он абсолютно бесполезный. Бесполезный кусок, как в плане, именно если он подключён к телевизору, к телевизионной, там, антенне, к проводу, к спутнику, неважно. Есть интернет, где, конечно, тоже полно очень мусора, так как государство уже пытается интернетом злодеть, тоже очень полно мусора, неправда. Но, понимаете, в телевизоре есть одна точка зрения. Как скажут, так и будет. Но в интернете есть миллион точек зрения. Ты можешь зайти, выбрать эту точку зрения. Ой, любую точку зрения. То есть, возможно, будет какая-то... В этом всём неразбериха, но ты, по крайней мере, можешь собрать эти точки зрения, вывести для себя какой-то определённый вывод. Вот. Просто телевизор – это ненужная вещь. Просто он меня... Я его на кухне отключил, он меня стоит на кухне. Он мне не нужен вообще. У меня есть интернет, у меня есть ноутбук. Всё. Информация всё есть. Не дайте им запудрить себе мозги. А те, кто уже... Вот те наши родители, которые уже там по 60... Они уже всё. Они уже полностью там, в этом телевизоре. У них склад ума такой. И я, скорее всего, представляю, что мы будем в старость. У нас будет тоже источник информации, интернет. Возможно, технологии продвинутся. Возможно, уже будет какая-то другая сфера освещения информации вообще по всему миру. Но мы будем как бы вот зависимы на интернет. Потому что мы в наше время вот выросли в эту эпоху интернета и привыкли ей доверять. И наши дети будут вам говорить, что вот вы смотрите интернет, там, Ютуб всякий. Ну, неправильно. У вас новый вот есть источник информации. Он более открытый, там, более свободный. Вот. Так что и в интернете теперь, ну, не свободно. Ну, от этого никуда не деться. Государство двое-то руки добрало. Чуть что не так сказал. Ты даже не сделал. Ты сказал. Ты просто сказал. Ты ничего не сделал. Ты просто написал. Мауля, может, это от злости ты написал. Может, это отчаяние. Может, еще от какой-то вот такой беды. Может быть, от какого-то несогласия. Ты написал. За что тебя арестовывают? Вы арестовываете, если есть уже какое-то право нарушения. То есть, если человек вот пришел, там, что-то сделал. Все, вы арестовываете. Ну, зачем? Зачем человек арестовывать? За то, что он картинку. Ну, это... Нет. Просто как можно действительно в такой стороне жить? Вот как? Ну, нормальный человек. Он посмотрит, подумает, скажет. Что это? Что это вообще за дичь? За какую-то... За какие-то килобайты его за это арестовали. Или за какие-то килобайты текста его арестовали. И он теперь сидит в тюрьме. Или не может выйти на улицу, там, с плакатом. Вот даже есть видео в Москве, они с плакатом стоят. С пустым. Либо там ничего не написано. Их подходит и забирает. Ну, вот молодежь это все видит. Ну, как она будет к этому относиться? Конечно, она скажет. Я не хочу жить в такой стране. Зачем мне такая страна, где я не смогу постоять просто с плакатом? Ну, хотя не важно, что он плакать написан. В общем, вот такой небольшой мануло хотел записать. О. Так что лучше не смотрите телевизор. Это крайний... Это уже... Там ничего, по крайней мере, хорошего нет. И все эти тупые телевизионные передачи, все эти камеди-клабы, все эти юморские... Ну, они для Деграда... Ну, они для... Нормальный человек не будет его смотреть. Ну, вот такой вот небольшой посыл хотел донести. Всем же спасибо за просмотр, за прослушивание. Пока. Пока.